Девушки отдыхают 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 300 человек. Вони перекрутили и сказали, что в Южный идет 300 человек, а везерку – 1250. Где справедливость? Нема справедливости. И так каждый раз они делают. Вони кричат, что закрируют школу. У нас кашари рядом. Вони всю жизнь, у них школы никогда не было, они всю жизнь ездят в Сичавку в школу. Везерка ездила всегда в Сичавку в школу. Вчителя ездят из Гордейского в Сичавку в школу. И ничего страшного не будет, если они не собираются закрывать школу. Если они поездят сюда, в Южный, то все равно большая часть детей ходит в Южанскую школу. Мы решили, чтобы, как кабинет министров принял, это самое правильное решение, которое они сделали. Это мы решили, чтобы оно так и осталось, это решение, такое, как и было. Потому что то несправедливость, вообще справедливость, ну правда должна вас режиссовать, а не справедливость. Вот это было правильное решение. Нам это надо было, говорю, 30 лет назад присоединяться. С первого, так как заложили первый фундамент Южного, нам надо было присоединяться. Один из таких вопросов, которые я недавно звучал, это создание Южных с ДОТВ, той конфигурации, которая была принята. Это конфигурация, которая всего сначала входит в состав Южных с ДОТВ. По нашему мнению, конечно же, мы хотели бы, чтобы, ну скажем так, чтобы мнение людей было услышано абсолютно всех, но, к сожалению, не всегда у нас получается сформировать в той конфигурации граматов, с которой есть желание формирования этой грамады абсолютного всего населения. В первую очередь, при формировании перспективного плана генеральной территориальной грамадной обеспejенной области, мы старались максимально, абсолютно учесть максимальное количество возможных мнений, мнений граматов, мнений депутатов, мнений местного самоуправления. Да, в предыдущем вы в заседании, по-другому, министром, мы предпочтем местной выяснитель. Но фактически, я понимаю, что в данном случае мы такие сотрудники Государственной Государственной Конституции и представителем на конец 2015 года. Обсудим колоссальное человечество, хотя бы еще раз повторюсь, после неоднократных и очень горячих порой искусств для обсуждения, но тем не менее, мы пришли к концу. Это художественное спорта. Романа вступит в свои права уже после выборов, в лучшем случае, когда будет объединение бюджет, это уже следующая цена, это следующая год. Я так думаю, но работу мы должны проверить. Был звонок с администрацией, меня пригласили на это совещание. Скажу вам мнение, которое разделяет, наверное, весь депутатский корпус новых бильярдов, что последний формат, который отправил на Киев, там, где уже железно включили сечавку и бильяры вместе с Южным, не по тому варианту, который был сечавка с визиркой, устраивает нас. Ведь если мы помним хронологию, почему бильяры начали быть недовольными? Потому что присоединяя одни бильяры к Южному, у города Южного нет свободных мест для перспективного отселения жителей новых бильярдов. И формат объединения с сечавкой нам позволяет надеяться, что придет либо какой-то инвестор, либо это будут частично инвесторские деньги и деньги городского бюджета или общего бюджета Южного ТГ, где будет рано или поздно наш поселок отцелен. Потому что мы понимаем, что несмотря на то, что на сегодняшний день бильярский поселковый совет новые бильяры приподнял, и сейчас можете заехать, что это богатое, красивое, успешное село с достаточным бюджетом, бюджет новых бильяров больше, чем в городе Южном, если на душу человека разделить, и сечавский бюджет, то мы самая богатая громада сейчас из тех, кто заходит сюда. И нам есть чем гордиться. И если уже идти в эту громаду Южную, мы должны понимать дальнейшую перспективу, чтобы это была перспектива содержания нашего поселка в Южнской ТГ, чтобы та инфраструктура, которую мы за эти годы сделали, она осталась в целостности, возможно, какое-то дальнейшее развитие до того момента, пока не появится либо инвестор, либо, ну не знаю, сила воли будущих руководителей Южнской ТГ, сделать такой вот шаг, сделать отселение на территорию возможности Чавки. Ту территорию, которую мы когда-то года 4-5 назад рассматривали от погранзаставы по ту сторону города Южного. Ну, в принципе, у нас этот формат, который АДА отправила на Кабинет Министра Украины устраивает полностью, и поэтому мы согласны идти в одной упряжке и работать – общая блага. «Звичайно, ми задоволені такою зустрічей, ми до цього результату, скажем так, до такого рішення Кабинету Министра вийшли довгих 5 років, нелегких, важких, ми не відступили сьогодні на крок і все ж таки добилися справжньої воли людей. Сьогоднішня зустріч, метою сьогоднішньої зустрічі нашої з губернатором було підтвердження того, що план Кабміну ніхто змінювати не буде, що цей перспективний план буде підписаний і далі ми будемо жити вже в тих рамках, які затвердив Кабмін. Ну, хочеться, звичайно, подякувати нашій Одеській обласній адміністрації за те, що в них вистачило політичної волі змінити своє рішення, адже попередні два рази вони нас подавали разом з візиркою. Це виключно бізнесове рішення, яке абсолютно не враховує інтереси людей. Сьогодні обласна рада подала рішення про те, що Сичавку ми об'єднуємо з Южним і Кабмін затвердив і це єдине законне рішення і правильне рішення. Що хочеться сказати тим людям, які зараз називають себе нашими опонентами і протистоять цьому рішенню. Я хочу звернутися до них і сказати, шановні односельчани, ми з вами не опоненти, ми з вами односельчани. У нас з вами одна мета – розбудувати нашу громаду, нашу Сичавку. І тому вже досить із цих суперечок. Давайте вже все відкинемо. Рішення прийнято. Його треба прийняти. Не вірити в ті несенітниці, які сьогодні стеляться Сичавкою на кшталт того, що з 1 вересня будуть закриті садочки, школи – це абсолютно неправдива інформація, яка маніпулює людьми. Тому давайте об'єднуватися і розбудовувати нашу Сичавку разом. Хотіли послухати, вислухати і дочутись до думки кожного з присутніх. Побачили, що є конструктив, є розуміння, є така усвідомлена позиція щодо об'єднання в територіальну громаду саме в такому форматі, який було запропоноване обласною адміністрацією. В принципі, візитам дуже задоволені, тому що ми, ще раз кажу, побачили розуміння з боку людей. Відома вам позиція, як то кажуть, іншої сторони? Відома позиція, звичайно, вони хотіли створення об'єднання територіальної громади в іншому форматі, але, на жаль чи на щастя, покаже час, але все ж таки була підтверджена позиція обласної державної адміністрації і підтримана Кабінетом міністрів на засіданні Кабінету міністрів у минулу середу. І все ж таки план об'єднаних територіальних громад Одеської області було стверджено на цьому засіданні. Таке об'єднання ви підтримуєте? Так, звичайно. Це об'єднання задля людей, об'єднання задля розвитку нашого регіону, розвитку Одеської області та розвитку нашої країни. Ви бачите перспективу в такому об'єднанні, тобто сенс і взагалі? Звичайно. Ну, дивіться, якщо б не було перспективи об'єднання в цьому форматі, ми би не запропонували до Кабінету міністрів саме цей формат територіальної громади. Зараз в Січавки зібралося більше 70 чоловік, всі чекають на пана Куцева. Теж з цією проблемою, так як вирішується питання, є більшість громадян, які проголосували за одну ОТГ, а є меншість громадян. Ми не розуміємо, чому так трапилося, що слухають меншість, а більшість. Зараз ми приїхали культурно запросити до нас пана Куцева. Зараз там люди чекають? Так, так. Люди чекають з часу 13-ї години. Люди чекають. Я розумію, ми зараз якесь рішення прийнемо? Ну, як рішення? Я не знаю, цивілізована держава повинна почути одну сторону, другу сторону. А чому Ваші представники не були сьогодні на зустрічі? Худи? Ви бачили, що ми тільки приїхали вас запросити, нас тут кидались, на нас люди і так далі. Ніхто на вас не накидався, по-перше. Давайте будемо правдив. Коли ми підійшли до вас, ні. До цього, до цього. Ви ж бачите, ми ж відійшли подалі, щоб не було правдив. Які провокації? Ні, просто провокації. Давайте, ну, дивіться. Люди чекають, Ви пообіцяли. Давайте виконуємо Ваші обіцянки. Ви приїдьте, Ви порозмовляєте. Давайте ми зустрінемо з людьми окремо. Ми приїжджали до вас в АДА. Ви не вийшли до нас. Ми зараз вас чекаємо. Це не відповідає дійсності. Всі, хто приїжджають до АДА, до них виходять. Ми вас чекали, коли дощ на дорозі. Так, розуміло. Так ви не приїдете? Ми приїдемо, приїдемо. Сьогодні? Навряд чи сьогодні. Тобто вас не бентеже? Бентеже, чому не бентеже? Бентеже і дуже бентеже. І ми приїдемо, але давайте домовлятись заздалегідь. Тому що ми пропонували приїхати сюди до міської адміністрації, для того, щоб обговорити всі питання, які є. В чому проблема була приїхати сюди заздалегідь? Ми не хотілося тут робити бардак. А то ви намагаєтесь робити бардак чи ні? Не ми намагаємося. Мені здається, що все пройшло більш ніж у цивілізований спосіб. Сьогодні це обговорення всіх питань, які були. Так ми чекаємо вас біля селищної ради. Ми сьогодні приїхали сюди, запрошували всіх представників всіх селищних рад, для того, щоб обговорити питання, які є. Представники Сичавки там були? Так. Там були? Там представників Сичавки. Сичавки і депутати Сільської ради були. Були депутати Сільської ради. Так? А чому? Так, так. До народу наповно. Ніколи 83 роки з Копартака, що, извині за вираження, не було. Щоб губернатор не приїхав до людей. Там жінки зробилось плохо. Поїхали в них. Сказали, що приїдуть. Приїхали туди. Поїхали, де брешуть. Ми не хочемо туди. Більше половинного населення Сичавки проти цього. Там не потрібні налоги повищені. Нам не потрібна втридорога вода. Ми залишаємося без дару. У нас все є. Школа є. Контори є. Все у нас є. Нам не треба нічого допомагати. Тридцать гривень. Существо є южне. На десять гривень нічого не допомагає. Понимаєте? І що вони нам будуть допомагати? Нам не треба твої допомоги. Ми звертаємося до Валентини Дмитрівни, щоб вона подавала на суд від громади. Це у нас було 75 людей. Смотрите. Ось я показую. Ось це всі. Ось це кожен підписався. Хто тут був? Це лист. Ось підписи. Ось підписи. Люди підписувалися. Ще ще. Подожди. Це не все. Це ще не все. Ось підпис. Це закінчується. Це тут були. Ось 1,5 часа, як ми знали, що приїжджали. Зараз буде організовано збір підписів по селу. По селу, звісно. Ми звертаємось. Люди пройдуть з роботи. Значит, 1,5 часа ми зібралися. Ми не знали взагалі. Вони сказали, що нас запросили. Ні кого не приглашали. Ні председателя. Ні депутатів. Ні жителів. Ні вообще никого. Ні активістів. Пригласили 10-12 чоловік активістів. Ті, які заюжні. Три часа ждали губернатора. Ми їздили до нього туди. У нас є видео, що ми ждали. Він сказав, що ми приїдемемо. Він сказав, що ми приїдемемо. Він на камеру пообіщав, що приїдуть. Ми сиділи, ждали до сих пор. Потім ми знаємо. Він просто уїхав. Він навіть не хоче відповідати на питання. Ні на один питання. Не уничтожати наше стремлення. Ми хочемо з'єднутися з Візіркою. Ми не хочемо бути при містах. Тому що ви розумієте, все ж знаєте. Ні одне село, що присоединилося до міста, ні одне не залишалося з статусом села. Це не буде. Це, ви самі розумієте, зовсім інші розділки. Все зовсім другое. Рішати буде во всім цей міст. Мені кажеться, наше село просто умирає. Він буде умирати. Ми не хочемо умереть. Ми хочемо жити. У нас є. У нас є розвиватися чем. У нас є море. У нас все є. Дайте нам розвиватися. Не мешайте. Ми хочемо бути селом. Громада з Візіркою. Вот і все. Все. Чекали. Так. Чекали губернатора. Три часа. Поехали туда. У нас видя. Ми позвонили. Сейчас ще по телефону розговаривали. У нас запись є телефонная. Як він ответив. Сказав. А ми приглашали вас. Чому ви не приїхали. Ніхто нікого не приглашав. Ми тільки узнали. В течении полтора часа ми зібралися здесь. В течении 70 людей. Больше 70 людей. За полтора часа. Очень много людей. Те, которые работают, поїжджали. Потому что у них смены. Они уїжджают. Те, которые даже сказали, нет, губернатора не будет. Вот вы только подъехали. Тоже очень много разошлось. Ну, подписи все поставили. Яка мета у вас? Подавать на суд. Мы подаём на суд. Подавать на суд? Да. Проект решения Кабмина? Для того, чтобы призупинить ее? Конечно. Мы всё подаём на суд. Всё как положено. Люди после такого плевка в душу, что сделал губернатор людям, которые ждали три часа, собирались идти перекрывать дорогу. Мы уже 28 числа под проливным дождём перекрывали дорогу. И будем это делать. Сегодня просто не захотели делать. Не потому, что уставши. Потому, что сейчас по области объявлен план перехват. И, ну, там вы знаете, на седьмом километре были события и так далее. Поэтому мы не хотим создавать проблемы для полиции в этот момент. Но мы оставляем за собой право на радикальные методы. Будем перекрывать дороги. Пока нас не услышат. И почему губернатор брешет, что у нас не было ПИДА? Что он не знает, что мы там стояли? Если интернет про это гудит. И у нас был прямой эфир. А почему губернатор не приедет до народу? А где нам ехать сто человек до него? Когда выборы, так они приезжают до нас, возят нас на выборы. И из выборов домой обещают. А теперь 20 минут приехать и сказать? Это что за пластика? Губернатор приехал с одним вопросом. Чтобы подтвердить тот факт, что уже все закончилось. Что факт, как на русском, а факт свершился. Сегодня уже предъявил он их подсумки. Сказал, чтобы мы находили компромисс с Сичавкой и с новыми билярами. И начали работать. Потому что уже ничего назад не вернешь. Ни Кабинет Министров не будет развиваться это вопрос. Ни Верховная Рада, которая может измерить решение Кабинета Министров. Ни суд. Поэтому я думаю, что он сегодня еще раз подтвердил. И жители Сичавки, которые за объединение с Южным, просили его, чтобы он подтвердил тот факт, что село остается селом. Что налоги, которые были так, остаются сельские. Что село не будет ничего втрачать. И это он сегодня еще раз подтвердил. То, что я говорил, но меня просили. Ну, вы понимаете, а хай это скажет сам губернатор. Губернатор подтвердил, что ничего для села, ничего меняться не будет. Ни по земле, ни по налогам. Я про это сегодня говорил так, что сегодня и освита, и медицина. Все остается, и еще, наоборот, будет поддерживать и с бюджетом города. И она будет еще разшириваться. Тому то, что сегодня там лякают, что закриют школы, дитячие садки, палацы, клубы и так далее. Ничего этого не будет. Все будет поддерживать и развивать. И люди сегодня это получили. И еще раз, основная задача, как я понимаю, что губернатор приехал для того, чтобы сказал, что все, факт свершился. Давайте працювати и не ждать с моря погоди. То есть его инициатива приехать? Безусловно. Я про это узнал половину двенадцатого дня, что он сегодня еду до нас. Я не знаю, какие планы у них были. У них была какая-то нарада в областной администрации. И нам зателефоновали и сказали, что губернатор решил выбрать Сичавку, Новый Боляр и Южный в Южном. Потому что Южный – это уже громада, Южненская громада. И как бы тут подвести подсумки этих 5-ти лет, или более 5-ти лет, дискуссии, встречи и так далее. Сегодня он подвел подсумки и сказал, что факт свершился, давайте працювати. У когось из жителей Сичавки турбуе вопрос, что в составе Южненской ОТГ збільшится сплачевание коммунальных послуг? Я сегодня про это говорил. Ничего не было. 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 Потому что, согласно закону, все функции и налоги, все, что относится к сельской местности, все остается к сельской местности. Объединяется только депутатский корпус, бюджет, міський глава и обирается староста в селе. Все. На людей ніяк не влияет. Абсолютно. Ни на одного жителя. Земля, как была их, так и остается их властностью. Комунальные послуги, как были, сельские льготы, все остаются. Село, как было, так село и остается. Поэтому переживать не нужно. И все прекрасно понимают, кто про это говорит. Но это чисто были такие, знаете, лозунги, в каком-то виду політика. Они прекрасно понимали, что ничего не меняется. Это нужно было им вести вот такую информационную борьбу. Я не знаю, как с чем бороться, а зачем это бороться. Сейчас будет какой-то перспективный план складаться? Я уже про это говорил еще раз хочу сказать, что это не значит, что завтра все завершится. Ни. Сельская рада, как была, так и будет. Сельский глава, как был, так и будет. Бюджет сельский, как был, так и будет. Все окремо. Все будет это до выборов. Поехали. Пройдут выборы. Объединяется громада. Будут выбраны новые керевничные органы. И только после Нового года, когда будет единый бюджет, тогда громада, скажем так, вступит в свои права. А до этого все будет, как сегодня есть. Но нам нужно проводить подготовку. Безусловно. Мы должны готовить, мы должны готовить соответствующие документы. Все согласно законодательству. Потому что мы уже были озброены во время объединения громады. Это позитивная динамика. Это хорошо для Южного? Безусловно. Для Южного есть позитив. А больше позитива сегодня есть для сел и Новых Бюляр, и Сычавки. Вы понимаете, они это почувствуют, когда пройдет объединение. Вот я запевняю, если будет такая нагода, у меня с ними встречается, если выборы и так далее. И мы с ними встречаемся через полгода. Вот, например, в червне, через рік, как сегодня, в червне следующего года. И они увидят, насколько они были неправы, что они не хотели объединяться и с Южным городом. Потому что жизнь покажет. Жизнь покажет. Мы сколько брали на себя, скажем, когда нам передали из Одесского припорта, палац культури, детские садки. Все говорили, все, палац культури – это будет сельский дом культури. Там детские садки, я не знаю, что с ними станет. Но все, что мы взяли на баланс, все, что мы сегодня работаем, стало намного лучше, чем было. И это люди видят, и люди это подтвердят. И так и Сичавка, они видят, что сегодня им будет намного лучше, потому что им будет легче. Мы и коммунальные услуги, и обеспечение водой. У нас будет один водоканал, одно коммунальное предприятие. Мы обеспечиваем транспорт, доставка людей, школы. Я сегодня про это говорил, будь ласка, все, что сегодня есть в Южном – это ваше. Вы користовуйте также на равных правах жителей нашего города. И когда пройдет несколько месяцев, они это сами увидят.